Друзья, приветствую вас! Библейский портал Экзегет. К нам поступают ваши вопросы. Я человек грешный, пытаясь на них как-то ответить. Вопрос медитации и молитвы, в чем разница? Я думаю, что медитация никогда не являлась общением. Медитация это определенное состояние, в которое человек входит ради определенных целей. Большинство людей для того, чтобы как-то успокоиться, найти какую-то гармонию в себе. А молитва это живое общение с Богом или святыми. Собственно, молиться мы можем и здесь на земле, то есть общаясь друг с другом, когда я, например, обращаюсь к кому-то и говорю, молю тебя, друг мой, помоги мне и так далее. Это первый момент. Второй момент то, что мы привыкли считать, что молитвы это какие-то просьбы. То есть я молюсь для того, чтобы что-то получить. И многие люди, собственно, когда мы говорим про медитацию, тоже они что-либо такое делают для того, чтобы мне что-то было. То есть гармония и так далее. Все-таки нормально для православных христиан молиться, чтобы прославить Господу Бога, чтобы поблагодарить Его за Его великое милосердие и крайнее снисхождение, которое Он к нам являет. Ну, возможно, вы не согласны, что Господь нас любит. Ну, это задавать свой вопрос на экзагет, мы обязательно ответим, если вы с чем-то не согласны. То есть все-таки вот молитва, когда вот я только что-то прошу и вот только такая молитва, и другой молитвы человека нету, или когда молитва просительная стоит на самом главном месте, я думаю, что это не очень хорошо. Но хочу заметить, что слово медитация, оно вообще иностранное и означает размышлять. Поэтому все-таки надо разделять размышление и некую духовную практику из восточной религии. Поэтому если мы откроем Библию на латинском языке, вульгата, то там мы можем встретить такие слова, когда царь Давид, он такие слова в псалме, что размышляю о всех делах Божьих, и там будет стоять слово медитабора, то есть размышление. То есть если вы имеете в виду медитацию, что вы размышляете над текстом Священописания, например, посмотрели экзагет, и потом давайте размышлять над текстом Священописания, над толкованием святых отцов, то в определенном смысле вот эти размышления можно назвать медитацией именно по определению. Но это уже не является медитацией в смысле вот этих духовных практик восточной религии. Так что вот эти духовные практики, они несовместимы с православием. Ну а если вы вообще думаете о чем-то, размышляете, не пустое место, это, конечно, очень хорошо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.